Расскажите пожалуйста о вашей компании, какой у вас состав флота, какие суда и на каких маршрутах вы работаете. Да, смотрите, у нас чуть больше 20 единиц флота классического смешанного река море. Почему подчеркиваю этот момент, важно уточнить, что есть же еще пароходы, которые работают на внутренних водах. Так вот у нас таких нет. У нас нет судов под российским флагом, у нас нет чисто судов в речном озерном классе. Все работают именно под загранным флагом и именно в режиме смешанного плавания. Немножечко мы заходим на речку до порта Ростов и не далее и вывозим оттуда грузы в направлении Турции, Европы, Средиземки. В последнее время я замечаю, что в основном поток идет на Турцию у нас, на Алжир, на Италию. А с чем это связано? Сложно сказать. Видимо, мы больше ориентируемся на угольные грузы, нежели на зерновые. Поэтому у нас как-то вот отрабатывается это направление. Я полагаю, если бы мы возили зерновые, там бы география была бы чуть пошире. Не исключено, что это был бы еще Израиль, добавилась бы, наверное, Греция. Такие вот порты, куда... Ну, Египет, тот же самый, куда вот идут большие потоки зерновых грузов, но практически не идет уголь. Тот же Израиль, Египет, они уголь не закупают в России. А какие грузы вот выгоднее вам возить? Какие более высокодоходные? Уголь, зерно или еще что-то? Вы знаете, самый высокодоходный, это, наверное, все-таки проектные грузы, поставляемые для нефтяной отрасли на Каспий. Но это удел российского флага, удел специализированных пароходов, которые могут возить крупногабаритные грузы. Там, да, это редкие грузы, но очень хорошо оплачиваемые. Мы же, сравнивая у себя по рынку угли, зерно и все, что остается, будто металлолом или, значит, реже металлопродукция, все же видим, что все эти грузовые потоки практически идентичны. Разница во фрахте незначительна. Возьмем, например, уголь и зерно. На одном направлении, отдельно взятом, например, порт Азов на Самсун, Турция-Черноморка, уголь будет стоить на 2 доллара дешевле, чем зерно. Но уголь быстрее обрабатывается. Там нет задержек по погоде, дождь, не дождь, его грузят без проблем. Его чуть быстрее загружают и выгружают, поскольку выгрузка, допустим, может идти сразу на причал, а не на автомобили в Турции. Опять-таки, отпадает вопрос взятия анализа груза в Турции, что обычно занимает 1-2, а то и более дней, если попасть на выходные. Поэтому, по моему мнению, совокупная усредненная ставка по итогу, она не сильно отличается, не сильно влияет на груз, будь то уголь, будь то зерно. Вот как-то вот так вот они сходятся где-то посерединке, по совокупности факторов всех этих. Вот на нашем вебинаре, в котором вы участвовали, там обсуждался вопрос обновления флота. И высказывал здесь такие мнения, что даже достаточно возрастные суда, может быть, и нет смысла новые абсолютно с нуля строить. Может быть, лучше пойти по пути конверсии. Вот вы как судовладелец, каково ваше мнение на этот счет? Есть ли вам как судовладелецу смысл инвестировать в строительство новых судов, учитывая, что это все-таки затратное дело? Или идти по пути конверсии и ремонта, модернизации? Вот что вы на этот счет думаете? Смотрите, давайте попробуем так вопрос более обширно разработать, потому что и тогда в ходе тех вебинаров очень он интенсивно поднимался и очень много обсуждался. Видно, что это вопрос как бы интересующий и наболевший для всех. В первую очередь, любому судовладельцу очень хочется иметь более новый пароход, нежели у него есть в руках. Не важно, какой это пароход. То есть это вот двигатель, наш психологический двигатель самого рынка судовладельческого. Будь то круизный пароход, будь то буксир портовой, вот что угодно. Если оно новее, оно всегда как-то лучше, интереснее и привлекательнее. Конверсия, она пока у нас вот так вот в процентном сопоставлении представлена примерно в чуть менее 10%. Исходя из чего, рассказываю. Берем тот флот, который был построен новый за последние 20 лет, 2000-го по текущей, там у нас 150 пароходов. Из них около 15 это конверсия. То есть это, получается, примерно 10% это были конверсионные проекты. Все остальные строились уже совсем новенькие. Конверсия, в отличие от постройки нового парохода, в некоторых моментах чуть-чуть посложнее, поскольку каждый раз, когда ты берешь старое судно и пытаешься из него сделать новое, все старые суда друг от друга сильно отличаются по степени изношенности, конструкции, всего остального. Каждый раз этот проект, он индивидуален. Это не постройка серии пароходов, поэтому конверсией надо заниматься, найдя хорошее судно-донор. То есть надо обследовать массу пароходов, которые собираются продавать. Из них выбрать наиболее подходящий тебе. Под этот конкретный пароход разобрабатывать отдельный проект, согласовывать его с регистром, приступать к работам по корпусу, по обновлению этого судна. Выглядит это немножечко сложнее, нежели купить готовый проект, пойти наверх, договориться, сказать, что вот бумаги, вот деньги, давайте дело вперед. С другой же стороны, конверсия всегда получается дешевле, чем строить новое судно. Да, то, что получится, будет, ну, практически, будет выглядеть как совсем новое, но по факту там будут старые узлы, которые могут состариться, скажем так, ранее, чем на новом пароходе. То есть психологически надо сразу закладывать такой момент, что такой пароход, он прослужит все-таки не 25 лет, а, допустим, 15, ну, до 20 конверсионный пароход, нежели новый со стопелей, который точно пройдет 25, а то и 30-35 лет. С другой стороны, стоимость конверсии всегда дешевле, чем постройка нового парохода. В зависимости от судно-донора, там, по-моему, речь идет примерно о том, ну, двукратном удешевлении постройки парохода. Очень существенные. Да, существенные. Далее второй вопрос важный. Кто это дело будет финансировать? Как правило, судовладельцев на текущий момент последние 3-4 года были не очень богатые, скажем честно, и мало кто сумел отложить достаточную сумму денег для того, чтобы их вложить, инвестировать в конверсию, не говоря уже о новом пароходе. Следовательно, тут есть два варианта. Либо деньгами будет вкладываться судовладелец, а их у всех очень мало, либо деньгами будет вкладываться сторонний инвестор. Ну, допустим, банк. Фонд, банк, кто угодно, кто готов инвестировать. Глядя на этот процесс глазами банка, мы понимаем, что банк, вот он сидит, анализирует и думает, что мне предложили. Мне говорят, давайте дайте нам 6 миллионов долларов, мы берем старый пароход, из него делаем более-менее новый и начинаем работать. Банк, который далек от этого дела, как бы то ни было, в любом случае, посмотрит на это с некоторым сомнением, наверное. Он скажет, а почему бы не построить новый? Мы ему скажем, хорошо, давайте построим новый. Но он же будет стоить 12 миллионов. Вам скажут, а какие гарантии, что ваш рынок будет стабилен на ближайшие 10 лет, пока этот пароход будет окупаться? Никаких совершенно гарантий нету, разумеется. Поэтому, когда банкиры и инвесторы взвешивают все эти вопросы, и по конверсии, и по новым пароходам у них возникает масса сомнений, как мне кажется. Поэтому я не вижу вот такого энтузиазма, чтобы люди готовы были вкладываться довольно большими деньгами в обновление флота в нашем конкретном семейке рынка. Когда речь идет о больших пароходах, контейнера, балкера, танкера, там у них есть BDI-индексы, есть какие-то многочисленные таблицы, многочисленная аналитика. Большие, важные, серьезные люди доказывают банкам, что это стоит того или не стоит того. И банк либо вкладывается, либо не вкладывается. У нас же здесь вот в замкнутом этом цикле река моря такой возможности нет. Есть организации, которые более-менее разбираются в этой теме. Взять ту же самую государственную визинную транспортную компанию Российской Федерации, которая фактически на текущий момент и финансирует порядка 90% новостроя. Но это специфический фонд, созданный с определенной страной для стимулирования своего собственного рынка. Да, субчейрует. Да, да, дело безусловно хорошее, но опять-таки оно не ведет к тому, что все игроки нашего рынка, вооружившись этой идеей, энтузиазмом начинают вкладывать деньги. Турецкие банки не вкладывают, европейские банки не вкладывают. Поэтому вопросы конверсии, новостроя и в целом обновления флота пока у нас ведутся очень медленными темпами. Но оно и понятно. Любая инвестиция, она хочет быть спокойной, она хочет быть уверенной на какой-то довольно-таки большой промежуток. Эту уверенность никто, к сожалению, не может. Как бы этого не хотелось. А в Турции нет программ, похожих на российское субсидирование процентных ставок по кредитам, лизингам? Вы знаете, целенаправленно такой программы нет. Есть ассоциация турецких владельцев костеров, она так называется Косдер. Вот она, там собрано большое количество судовладельцев турецких, которые владеют в основном морскими костерами, мелким тот ножом, но морского характера, не река-морья. Они стараются, они делают новые проекты, они пытаются доказать банкам необходимость обновления флота. Ежели речь, традиционно, ежели речь идет об обновлении флота самой страны, то есть под флагом Турции, там банки будут более лояльны. Все-таки поддерживать своего производителя каким-то образом надо. Так же и в России, потому что пароходы, которые строятся, я вижу, что они почти все идут под российский флаг и работают на внутренних водах в экспертном режиме. Так и должно быть, по большому счету. Если Россия субсидирует, уж будьте любезны, в рамках своей страны, да. Я полагаю, что если бы Украина начала действовать в таком же плане, например, они бы тоже настаивали на то, чтобы суда были под украинским флагом, чтобы платились украинские налоги, брались украинские экипажи. И такая же картина есть в Турции. Но поскольку она пока еще не на слуху, и мы не видим массы обновленного турецкого флота, все-таки я полагаю, что это носит скорее разовые, единичные случаи, нежели это государственная мощная программа, где, например, заложили, мы хотим построить 200 пароходов и финансируем, и настаиваем, чтобы суда были под турецким флагом как минимум на первые 5 лет, до момента окупаемости, и чтобы строились они в турецких верфях, и чтобы работали они в турецкие члены экипажа и позлатились в турецкие налоги. Нет, такого пока нет, скажем. А, кстати, у вас какие флаги используются на суда? У нас в подавляющем большинстве панамский флаг. Флаг белый, флаг серьезный, но это все-таки флаг of convenience. На связи с этим вопрос, почему вы решили работать в Турции, регистрировать компанию в Турции, например, не в России, где действуют такие льготные программы? Вы знаете, в первую очередь исходили из того, что поскольку мы не замкнуты на работу сугубо в внутренних речных путях, например, если бы мы ориентировались исключительно на российский флаг, на работу с речки, разумеется, головной офис он был бы в России. Это, кстати, обязательное условие для судов под российским флагом. В нашем случае такой необходимости нет. Совершенно с коммерческой точки зрения. Такой необходимости не было, поэтому мы выбрали ближайшую локацию морского направления. Известно, что Турция, Стамбул – это очень большой хаб. Все, что связано с морем, оно здесь налажено очень хорошо по большому счету, будь то судоремонты, поставки, снабжения, коммерческие вопросы, банковские вопросы. Опять-таки налогообложение – немаловажный вопрос. Оно здесь, в принципе, совершенно приемлемо для нашего сектора. Поэтому было выбрано Стамбул. Если бы мы ориентировались на дальневосточный рынок, например, я полагаю, что офис имело бы смысл открывать в Сингапуре. Если бы мы ориентировались на Европейский союз, скорее всего, офис был бы на Кипре, либо в Греции, как это традиционно принято. Ну, так вот, выбран Стамбул. Все пароходы, которые работают между Азово-Черновским регионом и вот туда, куда мы возим грузы, они все проходят в Стамбул. Это удобно. Когда мы говорим о достаточно возрастном флоте, о том, что обновлять сюда – это достаточно дорого для судовладельца, возникает вопрос, связанный с судоремонтом, потому что, наверное, чем более судно-возрастной, тем чаще нужно делать судоремонт. И у меня такой вопрос, где вы производите ремонт своих судов? По каким критериям вы выбираете предприятия, на которых он производится? Да, совершенно верно. Как вы правильно отметили, в эксплуатационном бюджете судна именно ремонты у нас сейчас и доминируют. Это наибольшая статья расходов, с которой приходится очень чутко работать. За долгие годы, пока мы здесь находимся, не прекращаются попытки оптимизировать этот процесс, минимизировать затраты, ускорить, насколько это возможно, поскольку все эти факторы, они очень критичны для пароходов. Каким путем пошли мы? Базируясь в Стамбуле, мы имеем здесь в рамках, в черте города более 40 верфей судостроительных заводов, судостроительных, судоремонтных, 40 верфей, такого, в принципе, я не знаю даже, ну, нигде в округе. Есть небольшие заводы в Болгарии, есть тот же самый завод «Моряк» в Ростове, есть неплохие заводы на Украине, в Херсоне и в Ильичевске, но это все равно далеко не тот масштаб, который выставлен здесь, в Стамбуле. Поэтому нам довольно-таки просто выбрать место, где мы будем ремонтировать пароходы и обеспечивать этот процесс самостоятельно. Мы пошли по такому пути, мы отошли от выполнения работ заводами, организовали свои собственные бригады, свои собственные береговые цеха, вышли на заводы в рамках аренды причалов, либо слипов, либо доков, и все остальные работы делаем самостоятельно. Разумеется, это удешевляет процесс, однозначно удешевляет, плюс мы контролируем процесс от и до, мы сами решаем, сколько нам сварщиков нужно, как организовать бригады, как организовать всю работу. Вот таким образом мы и выкручиваемся в данных обстоятельствах. Мы все ремонты делаем сами. Это интересный опыт, да, потому что обычно, насколько я знаю, судоходные компании не спешат вкладываться, так сказать, в непрофильную деятельность для себя, потому что все-таки судоремонт – это такая отдельная специальность. Знаете, дело в том, что если в компании небольшое количество флотов, например, 5 дней, 7, 3, то совершенно верно, им нет никакого смысла вкладываться в сопутствующие сферы. У нас флот довольно-таки большой, и все расчеты покатались, что да, при таком флоте строить свою базу имеет смысл. Вы помните опыт еще времен СССР, когда пароходство организовывалось, например, там, Азовское морское пароходство, Черноморское морское пароходство, они тут же себе, вот в том же Мариуполе, где базировалась АСКО, они там же себе построили завод, где и обслуживались пароходы. Черноморское пароходство тем же путем пошло. У них в Одессе, в Ильичевске строились доки, строились заводы именно для этой же цели, чтобы строить свои пароходы и ремонтировать свои пароходы. Поэтому если флот довольно-таки большой, и район плавания стабилен, имеет смысл сделать, да. Если же вы владеете балкерами, которые бегают по всему миру, и ты не можешь никогда спрогнозировать, где будет ремонт. То ли он будет в Гонконге, то ли он будет в Хьюстоне, то ли он будет в Горьей. Конечно, тут нет смысла складываться в свою ремонтную базу. В нашем случае, да. В нашем случае это вот сработало хорошо. Вы говорили, что Стамбул – это такой хаб крупный, где есть доступ к различным услугам вам необходимым. Вот я хотел задать вопрос относительно тоже немаловажной статьи в расходах любой судоходной компании. Это расходы на бункеровку. Где вы обычно берете бункерное топливо? На каком топливе сейчас работают ваши суда? И что вы думаете о перспективах развития так называемых экологических видов топлива, низкосернистых, в связи с последними изменениями в международном законодательстве на этот счет и об альтернативных видах топлива, таких как жиженный природный газ и другие, вот в вашем регионе вашей деятельности? Давайте так, разобьем вопрос на два. По текущей ситуации мы бункеруемся в основном все-таки в Азовском регионе. Традиционно стоимость топлива, сравнивая между тем самым, допустим, Ростов, Керчь, Стамбул и Новороссийск, для светлого топлива, на котором мы работаем, наиболее привлекательная цена всегда была в России. Она, как правило, незначительна даже, но меньше. Почему? Потому что та же самая Турция, это же топливо она закупает уже в России. Привозит в Стамбул, затамаживает, продает на пароходы. И вот эта вот маржа, она будет всегда, она всегда будет чуточку дороже, чем в Азове и в Ростове. Поскольку мы работаем только на легком светлом топливе, нам переход на высокосернистые, низкосернистые никоим образом на нас не отложилось. На тяжелом топливе наши типа пароходов практически нигде, никогда не работали. На тяжелом топливе работали двигатели СКЛ, установленные на Волгах, на Омских. По-моему, была возможность ставить тяжелое топливо на Амурах, но в силу незначительного расхода топлива, вот эта вот разница в цене между тяжелым топливом и легким, она никогда не была ощутимой. Одно дело, когда у нас идет здоровый балкер, у него по 20 тонн в сутки сжигается, и разница между легким и тяжелым топливом, она получается очень существенная. У нас расход топлива от 3 до 5 тонн в сутки, никогда не было никакой необходимости гонять пароходы на тяжелом топливе, и когда тяжелое топливо перешло с высокосернистого на низкосернистый, мы на нем как не ездили, так и не будем ездить дальше. Для нашего типа суток этот момент как-то прошел совершенно стороной, и нас он не коснулся. А вот в том, что касается альтернативных видов топлива, тут надо тоже сказать, что есть два фактора. Чисто человеческий фактор, который нам всем говорит, что, друзья, это наша планета, это наш дом, давайте что-то делать, иначе мы сами задохнемся в наших же газах. Он подсказывает, что да, хорошо бы, замечательно было бы перейти на альтернативные варианты. Коммерческий фактор, который на самом деле управляет всеми нами, всей нашей жизнью, он пока говорит, что такой острой необходимости в переходе нет, особенно сейчас, когда стоимость топлива понизилась, и перевод на альтернативные виды топлива с коммерческой точки зрения, он не кажется привлекательным. Мне кажется, что как бы мы сильно не хотели, как бы мы не ротовали за чистую атмосферу, все равно все упрется в коммерческий вопрос. Хотелось бы, хотелось бы перейти на газ, хотелось бы перейти на какие-то новые источники энергии. Особенно интересно было бы попробовать электричество, но тогда его должны вырабатывать настолько много, и оно должно быть настолько дешевым, чтобы это стало экономическим выгодом для пароходов. С другой стороны, я думаю, что мы оперируем довольно-таки мелким тоннажом, и нам, наверное, все-таки проще поменять двигатели на что-то новое, что появится, нежели когда речь идет об огромном тоннаже, тяжелом, где очень большие мощности требуются, как я предполагаю. Может, я и не прав в чем-то, но время покажет. Посмотрим, кто первый перейдет на такие варианты. Я лично бы, да, хотел перейти, допустим, на тот же самый газ. И есть сейчас проект, есть люди, которые старательно работают в этом направлении. Взять тот же морское инженерное бюро, которое разрабатывает, пусть даже без конкретного запроса, но оно помогает нам увидеть будущее, куда нам осталось стремиться. Увидев это хотя бы картину теоретическую, мы уже начинаем под нее созревать и думать об этом. Начинаем думать, начинаем просчитывать, начинаем просчитывать, понимаем, что нам для этого необходимо. На самом деле, если перевести двигатели на газ, сжиженный, например, и в каждом порту поставить эдакую бензоколонку с газовой, газовую заправку, оптимизированную, я думаю, что это очень легко реализуется. Особенно можно, допустим, грубо говоря, иметь съемный бак с газом. Это контейнер. Определить ему место на пароходе согласно всех требований комбинационных. Поставил контейнер, выкатал его, пришел в корт, старый контейнер, скинул, новый поставил, поехал дальше. Или тоже самое бункеровщик. Он теперь будет выглядеть не как маленький танкер, он будет выглядеть как маленький контейнеровоз. Он подъехал, контейнер поставил, забрал, уехал. Все. Это было бы очень интересно, правда. Поставленный на борт контейнер подключается к трубопроводу и погнали. Было бы здорово. Вот нету того момента, который нам ярко сказал, что ребята, это выгодно, это нужно, давайте. Тогда это все появится само, потому что рынок не саморегулируется. И очень хотелось, чтобы этот момент наступил пораньше. Да, наверное, при этом потребуется еще определенная квалификация персонала, который будет иметь допуск работы с жиженым газом. Все-таки это опасный груз. Да, либо как-то разработать систему таким образом, чтобы влияние человека в этой системе было минимизировано. Если вернуться к текущей ситуации, сейчас мы все переживаем кризис, связанный с коронавирусом и экономическими последствиями. Вот на вашей отрасли, на вашей деятельности как это отразилось, отражается? Хороший вопрос. Смотрите, я бы его вот это влияние разделил на два направления. Коммерческое и эксплуатационное направление. Коммерческую составляющую, ну, как-то вот мы все более-менее отслеживаем. Мы видим относительно, что происходит в мире, мы видим, что упали ставки фракта. Мы понимаем, что это может быть и сезонный характер какой-то носит. Нету точной определенности. Разумеется, снижаются объемы закупок, снижаются объемы поставок, и это все влияет на ставки фракта. Это коммерческая сторона. в нашем случае, на мое мнение, подвержена влиянию не так сильно, как в глобальном рынке, на больших перевозах. Почему? В эксплуатационном, допустим, в объеме вопрос смены экипажа. Это очень наболевший вопрос для мирового флота. Все аэропорты закрыты, у них транспортировка экипажей осуществляется с одного конца мира в другой конец мира, если можно так сказать. И сейчас это крайне затруднено, очень сложно. Менять экипажа практически никто не может, за редкими и приятными исключениями. А что получается у нас? У нас все пароходы работают в одном регионе, и, соответственно, они комплектуются экипажами, в основном, из этого региона. Никто не садит на сударь-рекоморе, работающий на линии Ростов-Стамбул, филиппинцев, например. Никто это не практикует, поскольку нет в этом никакой необходимости. Это усложненные транспортировки экипажей, это усложненные коммуникации экипажей. Все пошли по простому и наиболее правильному пути. Все набирают экипажи из-за стран, которые входят в этот Азово-Черноморский регион. Это Россия, Украина, Турция, Грузия, Ну, Азербайджан. Да, вот эти пять стран работают здесь. Для судов под российским флагом, под государственным флагом, обязательно, чтобы экипаж был чисто российский. Там недопустимо, не допускать наем сторонних членов экипажа из других стран. То есть, для них вообще все просто. Все пароходы работают в этом регионе, все пароходы заходят в российские порты и там производится смена экипажа. Очень просто и легко. Для, например, турецких компаний, они пошли по пути с местным экипажем. Украина, Россия, обязательно пару-тройку турков посадят, либо азербайджанцев, которые прекрасно коммуницируют с своим судовладельцем турком. У них очень похожий язык. И, опять-таки, крутясь в этом регионе, так или иначе, всегда можно найти возможность зайти в ту страну, где нужно поменять конкретных граждан этой страны. Поскольку смена допускается для граждан страны. Грузия. Окей. Пароход берет груз зерна из Ростова на Батуми. Приходит в Батуми, там 2, 3, 4, сколько у них грузин работает. Поменяли на пароходе легко и просто, пошли дальше работать. Пришли в Россию, поменяли российский часть экипажа. Возникла необходимость поменять украинский экипаж. Нет проблем. Нашли на один раз разовый переход груз из Херсона на Бандерму в Турцию. Пароход зашел в Херсон, сделали смену экипажа, погрузились, ушли в Бандерму, выгрузились. Там поменяли турецкие члены экипажа. То есть пока вот этот вопрос у нас не стал ребром. Смена экипажа проводится в своих собственных странах, куда и заводятся пароходы по мере необходимости. То есть у нас вот эта сия чаша сложная миновала. Все остальное, что это? Снабжение, это ремонты, идет, все работает. Снабжение осуществляется без проблем. Ремонты, как я вот вам описал, идут. Банкировки тоже. Объем перевозок не снижается? Объем банкировок будет снижаться только в одном случае. Если снижался объем перевозок, меньше стало пароходов, меньше отгрузок, меньше всего. То есть пока если он не снижается, то незначительный. Да, вот я имел в виду именно объем перевозок. Перевозок, да. Пардон, я услышал банкировок. Да, ну вот перевозок. Вы знаете, у нас сейчас традиционно низкий сезон, когда старое зерно уже вроде как закончилось, а зерно нового урожая еще не началось. Поэтому нам сейчас сложно сказать, то ли это влияние сезонное, то ли это влияние глобальное. Мы сейчас увидим, как будут эти продажи и отгрузки зерна нового сезона из России на стран нашего региона, и тогда будет понятно, какие объемы мы будем видеть в этом году. Возникает конкуренция, когда появляется груз, зерно. Насколько сильна конкуренция на судоходном рынке за этот груз, и какие конкурентные преимущества вы, например, используете в своей деятельности? Вы знаете, вот здесь конкуренция, наверное, наиболее прозрачная и тесная. У нас нет никаких преимуществ российским судоводельцам, у нас совершенно идентичный тоннаж, разве что может быть флаг разный. Конкуренция сейчас на низком рынке безусловно высокая. Подогревается она еще и всевозможными опасениями, что грузов в этом году будет меньше, чем в прошлом. Это придет к тому, что спрос на грузы будет высокий, и в этой конкуренции судоводельцы будут снижать ставки фрактов, борясь за возможность забрать именно этот конкретный груз. Возможно, кто-то даже посетит, необходимо поставить часть пароходов в отстой, чтобы не нести убытки, а ограничиться простоем пароходов. Сейчас, да, конкуренция высокая, у нас преимуществ нет, все играют, в принципе, по одному сценарию, и время тяжелое, да. Надеемся, что с появлением нового урожая это как-то немножечко подровняется. Когда рынок находится в стабильной ситуации, то есть количество предложенных грузов относительно совпадает с количеством доступного тоннажа, у нас здесь нет никаких таких сложных, острых, конкурентных войн. В то же время все понимают, что находимся мы как будто не было в одной лодке, мы закрыты в одном бассейне, мы не можем, мы не имеем возможности перегонять свои пароходы на работу, допустим, в Индию, или при сетке залив, или в Австралию, в зависимости от того, где будет спрос на такой-то нашей грузы, и стараемся вести себя прилично. вы говорили об экипажах, о моряках, в связи с этим я вот такой вопрос хотел бы задать, у нас на днях был вебинар, посвященный автономному судоходству и безэкипажному судоходству, и там высказывалось мнение, когда я вот задал вопрос, насколько это экономически целесообразно вообще, заниматься такой темой, там прозвучало мнение, что от 30 до 50 процентов расходов судоходной компании, это расходы на экипаж, ну, как прямые, так и косвенные, связанные с пребыванием экипажа на борту судов, с обслуживанием экипажа на судах, и там оплата их проезда, перелета к судну и так далее. Вот как, каково ваше мнение на этот счет, насколько действительно велики расходы на содержание экипажа и насколько перспективна технология вот автономбилизации судов, сокращения экипажа и вообще, может быть, безэкипажного судоходства, с учетом того, что это тоже инвестиции в оборудование, технологии, в обслуживание этого оборудования. Смотрите, значит, я соглашусь с цифрой 30 процентов, в общем бюджете судна. Бюджет он формируется из-за затратных экипажей, страховка, поддержка, сертификация и ремонты. Поскольку у нас флот старый, вот статья ремонтов у нас растет все больше и больше, поэтому на этом фоне, на общем фоне, 100 процентов, да, где-то 30 уходит на экипаж. Я полагаю, что если мы управляем совершенно новым парахводом, где расходы на ремонт крайне малы, на первоначальном этапе его эксплуатации, там, да, там даже 50 процентов будет отдаваться именно статьям, связанным с расходом экипажа. Еще один интересный фактор, который влияет на нашем сегменте, это качество экипажа. Не секрет, что зарплаты в нашем сегменте не могут быть такими же высокими, как зарплаты тех самых членов экипажа на больших океанских балкирах, на газовозах, на контейнероводах. Мы физически не можем поднять зарплатную турень, поэтому наша зарплата всегда ниже, чем у морских пароходов. Следовательно, качество наших экипажей, к сожалению, оставляет желать лучшего. Как бы то ни было, любой хороший экипаж, профессиональный, он уйдет на более высокую зарплату, он уйдет работать на датский контейнеровод. Он не будет работать у нас на наших небольших судах с меньшей зарплатой. Тот, кто не может в силу своих профессиональных качеств уйти работать на глубокую воду, скажем так, остается в нашем сегменте. Разумеется, есть еще масса людей, которые работают на судах с меньшим плаванием, исключительно исходя из того, что они не хотят болтаться месяцами где-нибудь в тропиках. Им удобно работать поближе к дому, в родных портах, в знакомых местах, в спокойной обстановке. Но в целом мне бы хотелось, чтобы наши экипажи были более подготовлены, более профессиональны. Я прекрасно понимаю, что это невозможно в силу конкуренции на рынке труда. Мы не можем предложить им достойную оплату. Что касается автоматизации пароходов, именно, кстати, поэтому я бы хотел, чтобы наши пароходы были более автоматизированы и менее зависимы от профессионализма наших экипажей. Однако осуществить это со старым пароходом мне кажется практически невозможным. То есть доукомпликтовать его каким-то оборудованием, которое позволит заменить действующие экипажа в текущих обстоятельствах, в текущих технологиях, я, честно говоря, не видится фантастической задачи. А когда речь идет о новых пароходах, там, да, изначально можно хотя бы обеспечить автономность машинного отделения, насколько это возможно, и вместо четырех, пяти членов экипажа машинного отделения оставить одного, который будет просто контролировать и по мере необходимости сообщать о том, что что-то пошло не так, либо вмешиваться в процесс. Вот это кроме того, как показывает опыт работы на европейских репах, у них, как правило, пароходы комплектуются экипажем ну, семь, восемь человек, в то время, как у нас нормой считается порядка десяти-двенадцать. Вот мне кажется, что если и будет переход на автономность, он будет весьма плавный, поступательный. Начнут с машинного отделения, потом потихонечку будут думать, надо ли нам три штурмана, или лучше оставить два. А если пароход идет в самостоятельном режиме, и это на самом деле самостоятельный режим и безопасный, то зачем нам еще рулевые матросы? Давайте их уберем. Как-то вот постепенно, постепенно мы к этому безусловно придем. Но это вот где-то вот в далекой перспективе. Ну, то есть все-таки есть экономические, так сказать, посылки для внедрения таких технологий? Да, да. Посылки есть однозначно. Посылки есть. И вот все факторы, которые я описал, да, вот они вот именно наш сегмент, они будут в этом плане двигать каким-то образом. У меня вопросы, наверное, исчерпаны. Желаю вам успешной работы и поскорее выйти из карантина всевозможных вернуться. Вернуться к нам. Да. 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 Вернуться к нам. 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 Вернуться к нам.